Опытные туристы знают, что первым делом после прибытия на место нужно разложиться и поставить палатки. Особенно, когда речь идет о длинном походе по правобережной тропе реки Иня, на границе Ченитинского заказника и Тигрекского заповедника. К дистанции в 21 километр готовились все основательно, особенно новички. Необычное все, то есть и спальный мешок, и коврик, и запастую обувь. Это все для меня необычное, потому что я хожу с маленьким рюкзачком, максимум вода и фотоаппарат. Для фотографов новая тропа – настоящее открытие. Виды на реку Иня – это лишь малая часть всех красот, открывающихся взору объективов. Главная фишка – карстовые пещеры. Вся морская фауна, которая в те времена обитала, тут мощнейшие коралловые рифы в это время были, 400 миллионов лет назад. Отпечатки кораллов, брахиопод, морских лилий, аммонитов и прочих беспозвоночных. Все это можно увидеть своими глазами, все эти места найдены, отмечены. А снаружи фотографы насладятся рассветами и закатами, которые здесь необыкновенно яркие. Однако любоваться можно не только глазами. Чистый воздух, тишина, река бежит, очень вкусно пахнет. Вот мы сейчас пока шли по дороге, разные запахи, которых, ну, допустим, у нас нет таких. То есть пахнет на какие-то необычные… а, зизифора, да. Очень вкусно пахнет именно цветущими травами. Дикая дорога здесь существует уже сотни лет. Старожилы припоминают, что ее активно пользовались еще в 60-е годы прошлого века. Возродить путь сотрудники двух особо охраняемых территорий решили в прошлом году. Это один из этапов объединения сетей троп Тегерекского заповедника и Ченетинского заказника. Для туристов уже начали понемногу обустраивать инфраструктуру. К примеру, эти платочки вскоре заменят на указатели. Практически у каждого из вас будет фрешфайер. Он предварительно покажет, как им пользоваться. Будет сигнал охотника. Но все-таки, если встреча произошла, сбиваемся в кучу, рюкзаки приподняли. Почему? Идет близорукий. Увидел, что что-то вдруг изменилось размером, значит, это опасно для него. По пути помимо Косолапова можно встретить косуль, волков и кабанов. Поэтому ходить без сопровождающего очень опасно. Также при желании группы к людям может присоединиться егерь природоохраняемой организации. У него есть оружие. Однако в идеале создатели проекта хотят сделать тропу автономной и обучить местных гидов всем знаниям совершенно бесплатно. Данил Кузнецов. День с толком.